Всем привет дорогие друзья, с вами Яксенанс и сегодня у нас новое видео, сегодня у нас новый сценарий, сегодня продолжаем проходить Доту 2, да, как бы это глупо не звучало, Дота 2 проходится. В базе знаний, погнали, у нас новая, так сказать, тема, новый сценарий, это телепортация, посмотрим, что нам здесь придумали и давайте изучать. Загружается у нас вся тема и будем смотреть, что же у нас тут придумали. Опа, нам дали Брейс Кинга, это у нас персонаж, который может рисаться, конечно же, закидывать станчик, юзать вампиризм и критовать очень сильно. Посмотрим, что у нас тут в магазине доступно. Телепорт, телепорт стоит у нас тут 100 золотых и этот свиток помогает телепортироваться каким-нибудь союзным вот этим вот строением, которое у нас здесь есть на карте и вы можете спокойно, так сказать, не тратить свои шажочки и просто туда телепортироваться через определенное время. У нас вот здесь у телепорт закреплен на Ctrl-T, по-моему, на Ctrl-T не могу, да, Ctrl-R, не помню, нет, на Ctrl-R тоже не могу. Вы можете через Shift, Shift зажимаете сюда, телепортируйте, Ctrl-T, Ctrl-R, вернее, купить, как мы в первом видосе наставили, так и можете покупать. Также можете правой кнопкой мыши купить телепорт. Ага, там, смотрите, ДК дерется, давайте заюзаем телепорт вот сюда и пойдем убивать этого ДК. Опа, переместились и погнали. Душить. Сбить телепорт, сбить телепорт с Таном и погнали, тычкуем его. Смотрите, все, он не знает, что делать. И задушили вражину. О, хорошо. Сценарий пройден. Чего? Это было настолько легко. Какой смысл от этого видео тогда получается? Ладно, не суть. В общем, с помощью этого видоса вы сможете понять, что такое телепорт в целом. Ну и давайте, в принципе, использование Курьера посмотрим в следующий сценарий и пройдем его сразу, так сказать, объединим два этих сценария. Вообще, это можно было, наверное, сделать в один большой ролик. Но, не знаю, было бы прикольнее, если бы вот так вот сценарий проходить отдельно. Но не суть. Смотрите, в общем, нам тут падает Балнар. Предметы можно покупать, не находясь... Чего? Можно покупать, не находясь рядом с лавкой. А почему в бред нельзя покупать предметы? Так, что нам тут предлагают купить? О, камера привязана к Баланару. Нам предлагают купить Огур Акс. Покупаем Огур Акс. А, я понял, вот чем прикол. Вот чем прикол. Вашего Курьера могут убить, да. Поэтому, ребятки, к чему я сказал, что нельзя, да, покупать на базе? Можно на базе покупать. Я что-то прогулял, что тут, конечно же, смысл то, что нам должен принести все Курьер. Не суть. Короче, купили мы артефакт, не находясь на базе. И теперь, что нам следует сделать? У нас на базе, у каждого игрока на базе, есть Курьер, который может все это приносить. Как вы видите, этот Курьер уже находится здесь. Вы можете нажать F3, как вы уже выставляли в первом видосе. И, конечно, Курьер вам принесет вот этот артефакт, который вы, так сказать, купили. Можно его еще ускорить на кнопочку Y. Тут стоит. И, конечно, Баланару у нас принесется этот предмет, который вы купили. И, возможно, он у вас зарешает. Может, там вам хилочка нужна была, еще какой-то предмет или такому подобному. Нажмите на кнопку ускорения, чтобы временно увеличить скорость Курьера. Это мы уже сделали. Далее, что у нас тут есть? Forstuff. Мы хотим купить Forstuff. Дважды нажмите на кнопку выбор Курьера, чтобы камера показала его. Ага, ну, типа, вот, двоечка у меня, это Курьер. Нажимаем на Курьера. Ну, и давайте принесемся кнопкой T. Можно через F3, чтобы не возвращаться на базу или не нажимать на Курьера, а просто нажать F3. Или нажать на Курьера и нажать T. Тем самым вы принесете себе какой-то артефакт, который вы уже закупили заранее. Есть. Нажмите, чтобы послать Курьера в потайную лавку. Что там у нас на карте? Есть две потайные лавки. Кнопочка D. Нажимаем D сейчас на Курьере, и Курьер у нас полетел в лавку. Очень даже такое-таки легкое такое объяснение, образно, как для чайников, наверное, да? Нажимаем D, и Курьер полетел в лавку. Нет, он не летит у нас в лавку. Но мы можем сами им полететь, так сказать. На D почему-то он не летит. На D он летит на базу. Смотрите, возвращает предметы в тайник. Да, это немного неправильно. Вообще F должно быть, типа. На F нажимаете, он летит в потайную лавку. А почему-то здесь нарисован. Нажмите, чтобы послать Курьер в потайную лавку. Странная тема. Выделяется D, а на самом деле надо F. F вот оно с потайной лавкой. Вообще, тут все расписано. Забрать предметы. Это у нас E. Потом далее в потайную лавку. Это F. D это вернуть предметы в тайник. Y это ускорить. И T, конечно же, передать предметы героя. Так, у нас есть тут лавка. Открываем эту лавку. Можно по Alt-E. Можно по нажатию. И, конечно же, подкупаем Point Booster. Теперь, что нам нужно сделать? Нажимаем на T и Курьер летит к нашему герою. Тем самым принеся, так сказать, нам основной какой-то артефакт, который мы еще подкупили. Хорош. Мы собрали Аганим. И, в принципе, легко попользовались Курьером. Вот такой вот у нас сценарий, ребятки. Очень простенько и понятненько. Ну и давайте, наверное, еще один сценарий пройдем. Тут вы можете понять, как пользоваться Курьером. Посмотреть его ходке и тому подобное. Теперь у нас тут какой-то сценарий. Смотрите. Расходники для восстановления. Довольно-таки интересная тема. Расходники. Это все понятно, ребятки. Это хилочка, мана, манга. Какие-то фаерии там еще будут. И прочая всякая тема. Так, у нас Viper, смотрите. Почти лоу-хэповый стоит. Чили-то дыхают. Через альки открываем магазинчик. Закупаем всю вот эту тему. И юзаем Clarity. Юзаем хилочек. И можно еще тангусиком подкушать деревце. И посмотрите, как у нас все останавливается. Не забывайте, что вражескому персонажу, так сказать, достаточно ударить вас один раз. И это все собьется. Но танго не сбивается. Сбивается Clarity, сбивается Хилинг Слейвы и тому подобное. Дайте танго Лине написано у нас. Нажимаем на танго. Это у нас ходкей 3. Танго, кстати, позволяет у нас восстанавливать здоровье постепенно. Оно бафается вот сюда, как вы обратили внимание. Нажимаете на дерево, кушаете. И все становится хорошо. Даете танго Лине. Лина кушает тангус. И тоже восстанавливает теперь здоровье. Опа, Леон какой, смотрите. Будьте осторожны. Лечение от Хилинг Слейв прекратится, если вражескый герой нанесет вам урон. Как я уже и говорил. Давайте Лину похилим. Жесть. Полностью восстанавливайте здоровье. И ману применять предмет восстанавливать на Лину. Окей, давайте. Еще Лине запулим. Захилим себя. И скушаем тангусик. Вы можете применить Хилинг Слейв в Clarity и танго на союзников. Делитесь этим. Как это делается? Зажимаем Ctrl. Зажимаем хилочек. И, конечно же, направляем на Лину. Либо просто направляем на Лину. То есть, мне привычно через Ctrl, как в первой доте. И так намного, так сказать, интересно. Нажимаете Ctrl. Нажимаете на хотке. И нажимаете, да. То есть, через Ctrl тут можно чисто от руки. Но мне почему-то через Ctrl. Зачем я это делаю? Я не знаю. Это такая, знаете, профессиональная какая-то проблема. Ну и так. Даем тангусик. Что там у нас? Лина получила танго. Танго, которое у нас шарится. Это такой кусочек. И он плюс еще с КД. Так. Применяйте предмет восстановления на Лину. Полностью восстановите свое здоровье. И ману. Восстанавливаем ману себе. Это у нас еще один квестик тут. Восстанавливаем. И let's go. Смотрим, что у нас будет происходить. Хорошо. Квест пройден. Все. Сценарий пройден. Мы так легко научились сейчас хилиться, что я даже не знаю. Блин. Это настолько легко. Ооо. Ну здесь вы можете понять в целом на этом сценарии, как у нас, так сказать, работает этот хил. Что можно союзнику дать. Как дать и тому подобное. Ребятки, на этом у нас сценарии, в принципе, закончились. Легкие сценарии. И остается у нас пробный режим сыграть в доту с ботами. Эта тема у нас выйдет, наверное, на отдельный видосик. Ребятки, не забывайте про базу знаний. Тут вы можете подтянуть свое понимание о доте 2. Тут вам все расскажут, покажут и ознакомиться можно будет также с ландшафтом и движением и анимацией немножко также. На этом все, друзья. Этот видосик у нас подошел к концу. Спасибо всем. С вами был Ксаназос и до скорого.